2023 год выдался непростым для специалистов многих сфер, в том числе для сотрудников управления Росгвардии. Собровцы, ОМОНовцы, сотрудники управления вневедовственной охраной, лицензионно-разрешительной системы, кинологи, водители, административные сотрудники – все собрались в одном месте, чтобы подвести итоги прошедшего года. Несмотря на все трудности, выполнить комплекс поставленных задач удалось в полном объеме. Основные усилия сосредотачивались на поддержании боевой и мобилизационной готовности. В отчетном периоде управление подверглось проверкам по боевой и мобилизационной готовности центрального аппарата и Привозовского округа. Это четыре проверки, по результатам которых оценено, как готово отмечено командование с положительной стороны. Личный состав продолжает выполнять служебные боевые задачи в составе группировок войск сил в районе проведения специальной военной операции. В неведомственной охране за совершение противоправных действий задержало более 3,5 тысяч человек. Из них 79 находились в розыске. Сотрудники ОМОН совершили 263 выезда, уничтожили 5 ручных гранат и 70 грамм пороха. Одним из основных направлений деятельности территориального управления является контроль за оборотом оружия. В 2023 году проведено более 10 тысяч проверок, изъято 900 единиц оружия. В доход федерального бюджета за охранные услуги было перечислено более 220 миллионов рублей. Вы успешно решаете одну из своих важнейших стратегических задач, обеспечиваете комплексную безопасность на территории нашего региона. Являетесь крайне значимой структурой в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества в целом и каждого гражданина в частности. Принимаете активное непосредственное участие в решении задач высочайшей государственной значимости. Вы и ваши товарищи с первого дня проведения специальной военной операции успешно выполняете боевые задачи, проявляя стойкость, отвагу и высокий профессионализм. Огромное вам за это спасибо. Также на мероприятие наградили сотрудников, чья работа в 2023 году была особенно выдающейся. В их число вошел старший лейтенант Александр Дроздов. Служить родине было его мечтой с малых лет, и она осуществилась. Теперь ежедневно Александр на своем рабочем месте выполняет важнейшие задачи. Сотрудники местной охраны должны ориентироваться на объекте. То есть ситуация может быть разная. Будь то и пожар, или еще какая-то нештатная ситуация, они должны быть готовы к всему. Поэтому мы их обучаем, проводим учения на базе МЧС, связанные с ликвидацией пожара, как нужно действовать сотрудникам. Росгвардейцев наградили медалями, благодарственными письмами, поздравили с повышениями по званию и вручили памятные подарки. А также в завершении мероприятия обозначили приоритетные задачи, поставленные перед ведомством в 2024 году. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.